Субтитры создавал DimaTorzok Кто традиционно уже для меня начинает эту программу с того, что я читаю эти привычные строки Сайт 3WHMSK.ru А на нем, в свою очередь, тоже разные привычные уже вещи Вроде кардиограмма прямого эфира Раз в минуту можно за или против проголосовать Того, что вы слышите И возможность отправлять сообщения сюда Ко мне На экран студию И трансляции студии прямого эфира Вроде все должно работать, все хорошо Очень много событий Конечно, главное мировое событие Это то, что происходит в Брюсселе Обязательно поговорим Об этом сегодня Но я бы все-таки начал с вещей, которая произвела на меня самое большое впечатление Ну, такое личное впечатление Чисто человеческое Вы будете смеяться Мне как-то казалось, что... Хотя нет, смеяться не будете Смеяться тут не на чем совершенно Мне казалось, что нет уже Ничего, что может меня удивить в этом человеке Но все-таки то, что наговорил Жириновский Вот Арина Бородина только что вам напомнила Эти фразы Ну, это потеря человеческого облика И я как-то себя поймал на том, что меня это почему-то все-таки задевает Хотя, ну, казалось бы, а что, собственно, так? Ну, Жириновский это такая специальная вот машина Для всякого отвратительного Уже которое десятилетие она существует Человек, который выбрал себе такое амплуа Делает это абсолютно осознанно Люди, которые с ним общались Знают, что на самом деле он прекрасно соображает, что он говорит И он человек расчетливый, спокойный, хладнокровный И в истерику он себя вгоняет тоже осознанно Он как-то умеет включить, умеет выключить У него есть где-то там какая-то кнопка На которую он сам себе умеет нажать И достаточно уже рассказов от разных коллег Которые в разных обстоятельствах с ним общались И говорят о том, что внутри, вот под этой оболочкой истерика Есть расчетливый, хладнокровный, циничный человек Знаете, что мне подумалось? Мне подумалось, что ведь на самом деле Есть способ это остановить Есть возможность это прекратить И это очень простая возможность И вот я вас уверяю, что эта возможность однажды придет кому-то в голову И она будет использована Я уже не раз слышал какие-то вокруг этого разговоры Это называется дипломатический паспорт Вот есть такая штука В общем, одна из самых дорогих вещей на свете У большого количества всяких успешных российских граждан Очень много у кого дипломатический паспорт в России есть Кстати, это определяется международными договорами Насколько я понимаю, выделяется квота Это там предмет большой торговли Кому сколько, в какой стране разрешается выдать дипломатических паспортов У нас эти дипломатические паспорта носят Депутаты разных цветов и размеров Всякие государственные деятели Ну, собственно, дипломаты, понятное дело А также некоторые избранные представители большого российского бизнеса А также всякие силовики и так далее Так вот Я иногда делаю разные прогнозы Вот можно я сделаю прогноз сейчас опять Я думаю, что мы с вами увидим в ближайшее время Такую саму цель Отмену действия российских дипломатических паспортов Ну, за исключением, собственно, профессиональных дипломатов Где это вещи необходимые, общепринятые и законные Это касается совершенно не только Жириновского Вот и меня спрашивают Зачем обсуждать Жириновского? Это ниже вашего достоинства Пишет мне Арсений Арсений, а я не его обсуждаю Я обсуждаю явление Я обсуждаю, что в России образовался целый класс людей Которые себе выдумали такую форму служения Вот они служат хозяину таким способом Они соревнуются в том, какую еще мерзость они скажут Эту форму службы Не повоюсь этого слова, государственной службы Нужно прекращать Россия сама не способна ее прекратить Значит, нужно прекращать ее измене Требуется вмешательство каких-то разумных людей Которые это просто остановят Вот, на мой взгляд, остановить это можно С помощью очень простой вещи С помощью отмены российских дипломатических паспортов Даже не обязательно после этого накладывать на этих людей какие-то санкции Просто они должны быть вынуждены время от времени Пойти за визой И вот тогда наступает момент истины Наступает тот торжественный день Когда человек, вот, например, Владимир Вольфович Жириновский Приходит в посольство для того, чтобы получить очередную шенгенскую или американскую визу И дальше На самом деле Я это слышал уже много раз от разных людей Хорошо очень про это говорил наш Тут стихний друг и коллега Сахен Аймурзаев Который работает И живет в Киеве уже много лет Он замечательно как-то это описывал Что вот представьте себе Что просто есть такая обычная, спокойная, рутинная процедура Без всякой истерики Без всякого нажима Без всякого напора А просто человеку, который приходит за очередной шенгенской визой Задают некоторое количество вопросов Ну, например, вопрос первый Чей Крым? И знаете Ну, надо ответить И даже можно этому человеку сказать Вы знаете, мы вам просто задаем вопросы И имейте в виду Что выдача или не выдача вам шенгенские визы Или там американские визы Японские визы Английские визы Канадские визы Или куда там вы собираетесь Имейте в виду Она не зависит от ваших ответов Мы просто спрашиваем Вот очень во многих визовых анкетах Кто когда-либо получал какие-нибудь визы Куда-нибудь за границу Обычно есть в конце Такой перечень ужасных вопросов Там вдруг вам предлагают ответить Да или нет Поставить галочку В соответствующей графе А вопросы такие Были ли вы когда-нибудь Участником террористического бандформирования Да или нет Участвовали ли вы когда-нибудь В массовом уничтожении людей Значит На территории оккупированной фашистской Германией Да или нет Принимали ли вы участие Когда-нибудь в незаконной торговле наркотиками Да или нет Ну и так далее И там скромно внизу написано Что ответ да На какой-нибудь из этих вопросов Совершенно не означает Автоматическое лишение вас визы Просто интересуемся Нам просто интересно знать Просто поставьте галочку Да или нет Уничтожали вы людей На территории оккупированной нацистской Германии Или не уничтожали Ну нам просто интересно знать Так и тут Нам просто интересно знать Чей Крым Ну и хорошо бы конечно снимать эту процедуру на видео Как это иногда бывает Со всякими Собеседованиями Во всяких зарубежных посольствах Ну и вот там же можно было бы спросить Там Пусть подыхают Или не пусть подыхают Просто такой вопрос Мы за визой пришли Пусть подыхают Или пусть не подыхают Это хорошая Профилактическая процедура Ну а потом Как-то Ну все это надо протоколировать Вот И дальше можно уже Даже никаких особенных Санкций Не Ну вот там Жириновский в санкционных списках Сколько я помню Шенгенских Но тем не менее У него есть дипломатический паспорт И он много где Так сказать Разъезжает Хорошо бы чтобы у него не было Этого дипломатического паспорта Это очень просто на самом деле Это отменить Потому что Такого количества диппаспортов Нету Больше Более или менее Ни у кого И встречная мера Она Более или менее Бессмысленна И когда Россия заявит Мы тоже ваши дипломатические паспорта Не признаем Ну в общем Это мало кого затронет Ну обычно Как я понимаю Там не знаю Американские бизнесмены Или французские Или какие-нибудь еще Не Обладают этими паспортами Поэтому легко Это можно сделать Вот я очень надеюсь Что вот такой простой Таким простым способом Потому что на самом деле Ведь ничего Дороже Чем возможность Поехать туда Где пусть подыхает У этих людей нет Это самое главное Что есть у них в жизни Это самое важное Чем они обладают Ничто больше Их так не греет Как это Я хорошо этих людей знаю И поэтому Это первое Чего их следует Вот таким способом Лишить Или Дать им понять Что они могут Этого лишиться Это сильные вещи Мы с вами Это увидим Несомненно И мы с вами Однажды Этому Порадуемся Вот что я хотел сказать На эту тему Есть конечно Еще одна тема О которой я не могу Не высказаться Это вот совсем свежая новость По поводу убийства Адвоката Гробовского На Украине Ну вы знаете О чем речь Это адвокат Александра Александрова Одного из двух По всей видимости Военнослужащих ГРУ Которые были там Которые были там Пойманы Так сказать При исполнении Их Как бы это сказать Их оккупационных Обязанностей Они участвовали В деятельности Бандформирований Сепаратистских На территории Донецкой Луганской Республики Россия этих людей Немедленно Предала Отказалась от них Объявила их Уже заранее Уволившимся Ну вот Теперь значит Речь идет о том Что О том Что Их будут там судить И Речь идет о том Получат или не получат Они Статус военнопленных Там Ну Убийство Адвоката Который Работает В очень важном Для страны Политическом Деле Это конечно Совершенно Изряд Выдающаяся Вещь И Ну Я думаю Что это Еще одна Важная Проверка Украинской Политической Системы На Ну не скажу Зрелость Зрелости конечно Там взяться Неоткуда А вот Ну на Какую-то Состоятельность Вопрос Не в том Что Есть страны Где это Возможно И где это Невозможно Это Возможно В любой Стране Вот Убийство Важного Адвоката Возможно В любой Стране Адвокат Опасная Профессия Адвокат Публичная Профессия Адвокат Раздражающая Профессия И убийство Возможно Везде Но дальше Наступает Самое важное Как это убийство Расследуется И как Бывают Наказаны Те Кто Это Сделали Вот собственно Вопрос Сегодня В этом Об убийстве Горовского Можно только Сказать Что Это Чудовищно Отвратительно И Никакого Второго Мнения Здесь Конечно Не найти И искать Не нужно А вот Что будет дальше Насколько быстро Будет проведено Следствие Насколько быстро Оно будет завершено Насколько быстро Будут наказаны И как Будут наказаны Люди Которые Это сделали И будет ли На самом деле Размотана Вся Эта история Которая Несомненно Имеет под собой Какую Мы не понимаем Пока Какую Политическую Подоплеку Есть люди Которые Уверены Сегодня Заявляют О том Что это сделали Украинские Экстремисты Которые хотели Наказать адвоката За то Что он смеет Защищать Российских Офицеров Есть люди Которые Так же Уверенно Заявляют О том Что это Провокация Которая Была направлена Из России Для того Чтобы дискредитировать Еще раз Украинскую Политическую Систему И те И другие Говорят Очень уверенно Ни у тех Ни у других Твердых Оснований Сегодня Говорить Этого нет Поэтому Посмотрим Какие основания Предъявит Здесь следствие Что оно В реальности Выяснит И вот В этот момент Мы поймем Чего стоит В частности Украинская Сегодняшняя Политическая Система У нас к ней Как у свидетелей И наблюдателей Глядящих на это Со стороны Много претензий Там За последнее время Принято Много Решений Свидетельствующих О несовершенстве Этой системы О незрелости Этой системы О том Что люди Которые занимают Там важные посты Часто не очень умные Часто корыстные И так далее Ну а откуда же К другим взяться Система эта Очень молодая Образовалась она Совсем недавно На наших глазах Из Революции 14-го года Вот Ну вот посмотрим Что они научились В реальности Делать Начиная с 14-го года Это важная вещь А пытаться Промолчать Это Замолчать Это Или не заметить Это Конечно нельзя За этим нужно Наблюдать Так же внимательно Как Мы наблюдали За деятельностью Зеркальных Как выразился Тут Недавно Один из адвокатов Савченко Вот Значит Зеркальных Адвокатов Тех Российских Адвокатов Которые Здесь В России Защищали Украинскую Военнопленную Так Я назвал бы Надежду Савченко А вот Их Аналог Там Это Украинский Адвокат Который Там На Украине Защищает Российских Военнопленных С той Только разницы Что Россия Их Своими Не признает В отличие от Украины Которая Очень много За это время Сделала Для того Чтобы Савченко Оказалась Важной Фигурой И для того Чтобы Дело Савченко Оказалось бы У всех У всех На виду Конечно Раз уж я заговорил Про дело Савченко Важная вещь И важная параллель К этому Это приговор Караджичу Который был Собственно Вынесен Вчера Я хочу напомнить Что люди Которые сравнивают Одно с другим И люди Которые объясняют Что это одно и то же И люди Которые объясняют Что надо к этому Относиться одинаково Они должны Все-таки Отдавать себе отчет В нескольких обстоятельствах Одно обстоятельство Это то Что такое Был процесс Караджича Караджича Это Ну вот я посмотрел Разные материалы Разные отчеты По этому поводу Ну вот смотрите Это 600 с лишним Свидетелей Которые были Заслушаны Непосредственно В ходе этого процесса Который происходил В ГАИ Это 48 Примерно Чуть больше 48 тысяч Страниц Допросов 48 Тысяч Страниц Допросов Это 8 лет Который продолжался Этот процесс Над Гадаваном Караджичем И Вторая вещь О которой О которой Надо Которую надо иметь ввиду Это масштаб Тех преступлений О которых там идет речь Значит Ну в целом Конфликт Очень важной фигурой Которого Война Очень важной фигурой Которой Был Караджич Ну хорошо бы все-таки Это помнить Правда Хорошо бы чтобы это Как-то куда-нибудь Не делось Из наших Из наших Воспоминаний Что этот конфликт Стоил жизни Примерно 100 тысячам Человек Вот это количество Погибших Вот в этой Самой Боснийской Войне И Примерно Два миллиона Человек Вынуждены Были Ну скажем так Перейти с места На место Потерять Свой дом Лишиться Своего жилища Своего имущества Своей работы Своего Привычного Образа жизни Два миллиона Человек Были перемещены С места На место В ходе Этой войны Которую Устроил В частности Радован Караджич И дальше Вот в чем Он обвиняется Он обвиняется В том Что в июле 95-го года Он был Одним из организаторов Резни В Сребренице Геноциды В Сребренице 6 тысяч Мужчин Мужчин И мальчиков Были Там Казнены Почему именно Казнены Это не был бой Это не было Не было Такое Как так сказать Армейское Столкновение Это было Истребление Беззащитных Людей Большинство Из которых Как выяснилось Впоследствии Следствия На момент Смерти Были Связаны И не могли Сопротивляться 6 тысяч Человек Были там Как сказать Не сербского Населения Представители Не сербского Населения Женщины Дети Старики Были Изгнены С Своей Привычной Территории Там Вот В этом В этом Районе Осада Сараева С апреля 92 По февраль 96 Огромный Город Я его видел Я там был В этот момент И Ездил По этому Городу В бронежилете И в бронированном Автобусе Нас там Перевозили Это довольно страшно Такой совсем Вымерший Совсем Остановившийся Город Причем Огромный Еще недавно Очень живой Там за некоторое время До этого Олимпиада Причем Произошла В этом городе И в общем Там была Вполне Жизнь Вот Значит Вот Осада Которая была Организована И Осада В ходе Этой осады Происходил Систематический Расстрел Снайперами И Систематический Обстрел Из Атерийских Орудий Местного Населения Мирного Населения Этого города Дальше Всякие Преступления Против Человечества Во время Этнических Чисток На территории И Хорватии В частности И Боснии Дальше Концентрационные Лагеря С Бесчеловечными Условиями В которых Погибли Тысячи Людей Дальше Взятие В заложники В мае И июне 95 Года Большого Количества Сотрудников ООН Которые Пытались Которые Пытались Там Наблюдать За ситуацией Вот Что такое Караджич И вот За что Он получил 40 лет И вот Каким образом Это было изучено И доказано А случай Савченко Вы знаете Что такое Случай Савченко Это Судья Который Один На свой Страх и риск И на свое Собственное Усмотрение На самом деле Мы прекрасно Понимаем Что по команде И под давлением Подчиняясь Своей Ложно Понятой Судейской Дисциплине Просто Объявляет Все Что прозвучало На суде Несостоятельным Ничего Не доказывающим Отвергает Любые доказательства Включая Строгие Материальные И Приговаривает Человека К 22 годам Заключения Для того Чтобы потом Можно было Его Обменять Вот вам Два важнейших Приговора В Европе Последних дней Сравнивайте их Сами Это была программа Суть событий Точнее первая половина Этой программы Не пугайтесь Все будет хорошо Еще будет вторая Через 3-4 минуты После новостей Я Сергей Пархененко Пожалуйста Никуда Не удаляйтесь От ваших приемников 21 часа 35 минут В Москве Это вторая половина Программа Суть событий Я Сергей Пархененко Номер для смс-сообщения Плюс 7-985-970-4545 Плюс 7-985-970-4545 Сайт 3WHMSK.ru На котором все работает И кардиограмма Прямого эфира И трансляции Студии прямого эфира И возможность Отправлять сообщения Сюда ко мне на экран Про терроризм И про Брюссель Конечно Это все-таки Важнейшая мировая тема На сегодня И мы с вами Без нее не обойдемся Меня правда Часто упрекают Когда я начну Подробно Рассказывать Про какие-то ситуации Вот связанные Например Как это было В прошлой программе С событиями Вот с этой борьбой С терроризмом Во Франции В Бельгии В других европейских странах Прошлая программа Наша с вами была Еще до этих Бельгийских Брюссельских терактов На тот момент Если помните Мы с вами обсуждали Арест Человека Который Давно скрывался И который Собственно Был как выясняется И теперь Это уже подтверждено Одним из активнейших Участников И одним из организаторов Из разработчиков Терактов В Париже В ноябре И как-то мне тут Многие писали С помощью смс Что зачем Про это Это нас не касается Неужели нет Какой-нибудь темы Поговорить здесь Про наши Какие-нибудь дела Дорогие Друзья Это вещи Очень тесно связанные И в сущности Это одна вещь Это один процесс Это одно Развитие событий И это Одна ситуация В которой мы живем Все Здесь и там Ну вот смотрите Произошли эти теракты И Давайте сначала посмотрим Что такое этот аэропорт Вот этот аэропорт Завинтэм О существовании которого Вдруг Узнало Огромное Количество людей Которые никогда раньше В нем не бывало Я в нем был много раз Это один из крупнейших Европейских аэропортов В пятнадцатом году Он перевез Двадцать три с половиной Миллиона человек Это Сведения С официального Его сайта Семьдесят семь Авиакомпаний Работают С этим аэропортом Это один из Крупнейших Таких европейских Как это называется Хабов Да То есть Таких Пересадочных центров Которым сходится Большое количество Линии Семьдесят семь Авиакомпаний Двести двадцать шесть Разных направлений Откуда можно Куда можно улететь Или откуда можно прилететь В этот самый Брюссельский аэропорт Очень большой аэропорт Очень оживленный Очень важный для Европы Меньше Шереметьево И меньше Домодедово Между прочим Вот шутки шутками Но у нас здесь Смотрите Шереметьево За пятнадцатый год Перевез Почти Тридцать два Миллиона человек А Брюссель Двадцать три с половиной Домодедово Чуть меньше Тридцать с половиной Миллионов человек Но все равно Больше чем в Брюсселе И Конечно Немедленно Возникают Всякие Параллели Немедленно Возникают Всякие аналогии А как там Как здесь Ну первое Что Хочется спросить Ответит ли За теракты В Брюссельском Аэропорту Ответит ли Человек По имени Арно Фейст И другой Человек По имени Люк Вандербосше Вы слыхали Такие фамилии? Нет Я тоже До сегодняшнего дня Не слыхал И думаю Мы их с вами Не услышим Потому что Эти люди Останутся безнаказанными Один из них Арно Фейст Это генеральный директор Брюссельского Аэропорта А Люк Вандербосше Это председатель Совета Директоров Брюссельского Аэропорта Брюссельский Аэропорт Это огромная Компания Она называется Так и называется Браслелс Аэропорт Компани Огромное Акционерное Общество Которое Управляет Вот этим Вот Транспортным Узлом И вот эти Два человека Являются Станутся Главными Начальниками Вы слышали Чтобы кто-нибудь Предъявлял им Какие-нибудь Претензии И чтобы кто-нибудь Как-нибудь Попытался их Привлечь к ответу В этой ситуации А Дмитрий Каменщик Тем временем По-прежнему Находится Под Домашним Арестом И мы с вами Прекрасно Понимаем В чем разница В судьбе Дмитрия Каменщика И вот этого Самого Удивительного Арнофейста Разница в том Что у Арнофейста Никто не отнимает Его аэропорт И никто не пытается Завладеть его Имущества А случай Каменщика Это Случай Когда Ну С вами как-то Разговорили про это Подробно Это просто Попытка воспользоваться Этим Обвинением В том Что Именно Владельцы И руководители Аэропорта Домонедова Виноваты В том Теракте Который Там Произошел Для того Чтобы Это имущество У них Отобрать Тогда Возникает Вопрос Ну Собственно А с безопасностью Это что? А вот Тем временем В этих Двух Аэропортах Который Крупнее Чем Брюссельский Там Как Будет Обходиться Как Будет Обстоять Дело С безопасностью Много Очень Всяких Пустых И Бессмысленных Разговоров В последние Дни Про то Что Вот У них Там Теракты Потому Что Они Не так Се ведут Не на тех Ставят Не с теми Дружат Не так Относятся Не к тем Я не знаю Там Представителям Разных Национальностей Представителям Разных Религий И прочего Вот то ли Дело Ну вот Чтобы понять Насчет То ли Дело Я попросил У Некоторых Своих Хороших Знакомых Которые Неплохо Понимают Профессионально Понимают В истории И в статистике Российских Террористических Актов Попросил У них Разных Сводных Сведений И Они Любезно Мне Их Предоставили И Вот Смотрите Если Взять Крупнейшие Теракты Происходившие В России За Последние 15 12 лет Ну Грубо говоря Там С 99 Года Причем Взять Только Те Из них В которых Погибло Ну Существенное Значительное Количество Существенное Разумеется И одна Жертва Но Значительное Количество Людей Скажем Там Больше 10 Человек Причем Мы Не берем Такие Настоящие Боистолкновения Мы Не берем Не знаю Там Штурм Грозного В 94 Году И Еще Второй Штурм Во время Там Концов Первой Чеченской Войны Не берем Войну В Дагестане Которая Произошла Не берем Вот какие-то Вот такие Не берем Войну В войну С Грузией В 2008 Году А берем Собственно Теракты Значит Произошло За это время В России 34 Крупных Терактов В которых Погибло 1861 Человек Это Собственно Теракты Вот такие В классическом Понимании Этого слова Это Теракты На транспорте Связанные Так или Иначе Со всякими Со всякой Транспортной Инфраструктурой Или Вот Ну Непосредственно С тем Что передвигается Да 12 штук Было Таких Терактов И Давайте Давайте Я вам Напомню Что Был взрыв В подземном Переходе Под Пушкинской Площадью У метро Тверская И Чеховская Электропоезд Кисловодск Минеральных Водах Вагон Московского Метро Между станциями Автозаводская И Павелецкая Два Пассажирских Самолета Москва Волгоград И Москва Сочи В 2004 Году В августе Метро Рижская Тоже В 2004 Году И тоже В августе Маршрутное Такси В Владикавказе Поезд Невский Экспресс В 2009 Году Московское Метро На станции Лубянка И Парк Культуры В 2010 Году Ну вот Собственно Взрыв Домогедова В 2011 Году Автобус В Волгограде Железнодорожный Вокзал В Волгограде Тролейбус В Волгограде Все это В 2013 Году Совсем Недавно Общественные Всякие рынки Тушинский Аэродром Фестиваль Крылья Помните 2003 Год Грозненский Стадион Где Погиб Ахмат Кадыров 2004 Год Ну и Беслан В сентябре 2004 Года И Дубровка 2002 Год Вот таких Вот в общественных Зданиях Произошло Шесть Крупных Терактов За это Время Три Жилых Дома Целиком Были Взорваны На улице Гурьянова И на Кашевском Шоссе В Москве И Волгогонске Ростовской Области И еще 13 раз Всякие Органы Власти Правоохранительные Органы Вооруженные Силы Здания Связанные Там С вооруженными Силами У нас С вами Взрывали Буденовские Ну не Взрывали Захватывали На здании РУВД Городской администрации Захват заложников Ставропольском крае Все это произошло В 1995 году Как вы помните У нас с вами Были вооруженные Нападения На здании Отделов милиции Благопоста Избирательной Участки В Грозном В 2004 году И так далее И так далее Крупнейшие акты Просто напомню Значит Вот это Самые Вооруженные Нападения На здании Отделов милиции Благопоста Избирательной Участки В Грозном 21-22 августа 2004 года 97 человек Погибло Жилой дом На Гурьяново 106 человек Жилой дом На Каширском Шоссе 124 человека Захват заложников На Дубровке 130 человек Буденновск 147 человек Это вот Самые крупные И Беслан 333 человека Погибли Вот Это Страна В которой Все в порядке Которая Как-то Недостаточно Толерантна Не принимает Беженцев И Вообще Которая В отличие От этой Вот Загнивающей Европы От всех Этих Бельгий Франции И так далее Правильно Делает Своё дело В том Что касается Борьбы С террористическими Актами Это я просто Всё это Перечислил И всё это Вам напомнил Для того Чтобы люди Которые Сегодня Объясняют Что что-то Такое Неправильное Делается Во Франции И в Бельгии Просто заткнулись Раз и навсегда Если они На слух Плохо Это всё Воспринимают Я могу Где-нибудь Вывесить Эту таблицу Она произведёт Сильные впечатления Вот просто Пусть вырежут И пусть повесят Перед собой На стенку И каждый раз Когда хочется Сказать что-нибудь Такое Пусть на неё Смотрят И молчат Но вот что интересно Смотрите Ни в одном Из этих случаев За исключением Домодедовского Кстати Возвращаясь Вот к теме Там Каменщика И Всей вот этой истории Ни в одном Случае Никогда Не был Обвинён Собственно Пострадавший Не был обвинён Там Владелец Или Какая-то компания Которая управляет Или компания Которая Там Осуществляет Менеджмент Того или иного Объекта На который Было Существлён Нападение Понятно Что никому Не приходит В голову Что-нибудь Подобное Сделать И Скажем Во Франции Ну как-то Администрация Батаклана Не будет отвечать За Теракт И владельцы Тех кафе И ресторанов Где взрывали Тоже в ноябре Эти бомбы Как-то тоже Останутся Ненаказанными И без претензий Которые Будут им Будут им Предъявлены Любопытно Что Ни в одном Случае За исключением Одного Вот этого Самого Домогедовского Случа Никто Никому Не пытался Предъявить Обвинение По вот этой Самой знаменитой Теперь 263 Статье Уголовного Кодекса Нарушение Правил Безопасности Движения И эксплуатации Железнодорожного Воздушного Морского Внутреннего Водного Транспорта И метрополитена Никогда Один раз Это произошло С Домогедовой Сейчас Во всех Остальных 33 Случаях Вот из этих Крупнейших Крупнейших Терактов Никому Не пришло В голову Таким образом Предъявить Предъявить Обвинение Вот такие Интересные На самом деле Наблюдения И есть еще Одно А на самом деле До какой степени Мы защищены В тот момент Когда мы входим В какой-нибудь Аэропорт Или на какой-нибудь Вокзал И так далее Вообще Вот есть Какие-то правила Есть какое-то Вот то То чего Не совершили В Домогедово Оно собственно Какое должно быть Тоже очень забавная История Если к этому Ко всему Приглядеться Все это регулируется Есть такой закон Принятый В феврале 14-го года 3-го февраля 14-го года Он был принят И это были Там всякие Поправки Дополнения Изменения По вопросам Обеспечения Транспортной Безопасности К разным Законодательным актам Вот по вопросам Этого самого Обеспечения Транспортной Безопасности И там Вот собственно Было установлено Кто чего Должен досматривать Кто кого Чем должен Впускать С чем А дальше В соответствии С этим законом Должны были Быть приняты Всякие Ну такие Технические Инструкции Распоряжения То что называется Подзаконные акты В частности Правительство Российской Федерации Должно было Определить В точности Чего нельзя Это же Серьезная вещь Да Должны были Быть Установлены Правила Проведения Досмотров Всяких Перечни Разных Предметов Оружия Взрывчатых Веществ И прочего Чего нельзя Вносить С чем нельзя Появляться И так далее Так вот Правительство Российской Федерации Занято Очень сильно Освоением Крыма Наказанием Турции Которая Никак не должна Отделаться Помидорами Строительством Русского мира В Луганской И Донецкой Области И другими Гораздо Более важными Вещами Забыло Это сделать Это вот Факт Который Совершенно Произвел На меня Лично Какое-то Неизгладимое Впечатление Вот имейте Ввиду Что когда Вы заходите В аэропорт Имея при себе Пулемет Или Ведро Динамита Или я не знаю Еще что-нибудь И вас Деликатно Останавливают И говорят Товарищ Как-то С этим Сюда нельзя Вы можете В ответ Спросить А собственно Почему нельзя А покажите мне На основании Чего С этим Сюда нельзя Не существует Никакого Утвержденного Законом Перечня Того Чего можно Носить Чего нельзя С чем можно Появляться С чем нельзя И кто и как Должен вас досматривать Этого нет Правительство Российской Федерации Забыло Это сделать Оно взяло На себя Обязательство Сделать это По закону В феврале 14 года Когда закон Был принят И забыло Поэтому Любые попытки Отнять у вас Что-нибудь Не пустить вас Куда-нибудь С чем-нибудь Являются Заведомо Беззаконными К чему Это приводит Это приводит К произволу Это приводит К тому Что виноват В результате Когда что-то Произойдет Будет тот Кого назначат Виноват Поскольку Никакой Законной Заранее Определенной Заранее Разруленной Ситуации Здесь нет Красивая история Правда Мне очень нравится Как Зав Разными Словами И разговорами О том Как это Должно быть Устроено И как Мы сейчас Накажем Тех злодеев Которые Ведут себя Неправильно Есть просто Глубоко Безразличное Глубоко Наплевательское Отношение К реальной Безопасности Людей Правительство Российской Федерации Даже не Позаботилось Это сделать Забыло Выпустить Этот документ Всем Своим Белым Дом Шикарная Вещь И Я думаю Что Конечно Россия Сегодня В этих Обстоятельствах Реально Оказывается Слабым Звеном Реально Оказывается Точкой Которые Не способны Этому Сопротивляться Вот мы Много раз Приходили К одному И тому же Выводу Здесь В разных Разговорах Что прежде Всего Поверх Всех наших Политических Претензий Каких-то Симпатий Антипатий Каких-то Неудовлетворенностей Чем-нибудь Помимо этого всего Есть одно Простое обстоятельство И одно Простое Соображение Эта штука Очень Неэффективна Вот если Посмотреть Сегодня На то Как работают Антитераристические Службы В Европе При всем То Что там Это происходит Можно себе Представить Какое Количество Этих Терактов Они Предотвращают Какое Количество Людей Заранее Пойманных И заранее Собранных Во всех Этих Картотеках Не могут В этом Принять Участие А вот На поверхности Остается То Что Просочилось Сквозь Эти сито Вот по сравнению С этим Можно себе Представить Как это Происходит В России Где сито Никакого Нет И где Системы Этой Никакой В сущности Не существует Поэтому Мы получаем Вот эту Вот Таблицу Из 34 Терактов 34 Крупных Терактов В которых Погибло 1800 Человек В России Речь Идет Еще раз Подчеркнуть Только О классических Терактах А не О каких-то Боевых действиях Там Боестолкновениях И так далее И так далее Единственный способ Сегодня у российского государства Бороться с такого рода терроризмом Это стараться о нем не сообщать Вот сделать все Чтобы вы не вспомнили о том Что все это Что я здесь перечислял В России произошло В последние годы Чтобы вам казалось Что это происходит где-то И не имеет к вам отношения И когда я начинаю говорить об этом Чтобы вы спрашивали у меня А какое-то имеет отношение А при чем здесь мы Это где-то далеко Это у них там Дети Это не у них там Это у нас здесь Просто государственная пропаганда Старается Сделать так Чтобы вы про это По возможности Ничего не знали Вот Напоминают мне Про то Чего нет Еще В этих Чего я не перечислил Ну друзья Я не перечислил вам Все 34 Вот напоминают Про троллейбус В Тольятти Например И так далее Много чего было За это время Вот Так что Это связанные Несомненно вещи И Я думаю Что Смотреть за тем Как Антитеррористические Службы борются С этим в Европе Следует с уважением Тем более Что действительно Они демонстрируют Очень Довольно Серьезные успехи И вот Ровно пока мы Здесь сидим Передо мной Здесь Экран И на этом экране Я вижу Как происходит Очередная Антитеррористическая Операция В том же Самом Брюсселе Где Отлавливают На автобусной Остановке Ну подробности Вы видимо Услышите В новостях Еще Каких-то Очередных Участников Этой Этой Террористической Сети Ну вот Собственно Осталось Совсем Немного Я Потрачу На одно важное Объявление Очень важное Для меня Для тех Кто следит За проектом Последний адрес Я хотел бы Обратить ваше внимание На одну очень важную Возможность Которая у вас Теперь появилась На нашем сайте На сайте Последний адрес Точка ру Появился Совершенно Беспрецедентный В этой Так сказать Области Инструмент Поисковая Система Которая Позволяет Вам Искать По названию Города По адресу По фамилии Искать Людей Которые Были Жертвами Политических Репрессий В истории России И Собственно Это первый шаг Для того Чтобы принять Участие В работе Последнего адреса Я думаю Что Очень для многих Это важно Мы получали Очень много Писем Очень много Всяких Каких-то Просьб Такую возможность Предусмотреть И Сделать так Чтобы люди Могли посмотреть А что собственно Происходит в их городе И как Можно приступить К этой работе Заходите К нам На сайт Возможность Такая у вас Появилась Это действительно Чрезвычайно Я думаю Для многих Важно Ну вот собственно Это была программа Суть событий Я скажу еще Делаю одно маленькое Объявление Что в следующий раз Я пропущу Одну пятницу Вот первого апреля Я буду тут В отъезде По некоторым делам Не волнуйтесь Все в порядке Через две недели Мы снова с вами Встретимся И как ни в чем Не бывало Программы наши Будут происходить Каждую неделю Это была программа Суть событий Я Сергей Пархоменко Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok